Читаем книгу пророка Агея в рамках проекта Экзегет. Я читаю свой собственный перевод. И книга пророка Агея очень легко датируется. Вся она относится к 520 году до нашей эры. Это написано в самой книге. Датировка дана, что вообще бывает довольно редко. И что это за время? Персидская империя, которая пришла на смену Вавилонской, была гораздо более толерантна, терпима к религиозным воззрениям, вообще к жизни своих подданных. И в частности, царь Кир издал указ в 538 году, то есть за 18 лет до того, дозволявший желающим иудеям вернуться на родину, в Ханаан, в землю, где жили их отцы, и восстановить, соответственно, разрушенный храм, разрушенный город. Но, легко сказать, разрешил. А как это сделать? Нужны же средства, и очень большие. Это огромный труд, и есть противники, есть жители этой страны, которые переселились из других регионов прежде, и которые совершенно не приветствуют восстановление Иерусалима. Мне кажется, что тем самым иудеи на какое-то особое место встанут. И, конечно же, есть просто и еще куча забот у каждого своих. До храма ли? Во второй год царствования Дария, следующий пересветский царь, в первый день шестого месяца, но мы точно не знаем, какой месяц, потому что системы календарные были довольно разные, поэтому не будем сейчас гадать, но это не очень важно. Важно, что здесь появляется такая необычная для пророческих книг конкретика, но просто потому, что это ведь государственное дело, а не только частное восстановление храма, поэтому можно обсуждать его вот уже с таким документированным, собственно, подходом. В первый день шестого месяца было слово Господне через пророка Агея к наместнику Иудеи Зарубавелю, сыну Шиалтиэля, и к первосвященнику Иисусу, сыну Яхуцадака. А эти двое, соответственно, политическая власть и духовное лидерство, политическая власть в рамках, естественно, Персидской империи, это все персидская провинция Заречья, и в ней, даже если иудеи, они исполняют такие роли, скорее, административные, не являются царями, а именно наместниками. Но первосвященник вполне есть, и вот они двое лидеры вожди народа, политический и духовный. Соответственно, пророк в данном случае лишь передает, но Господь обращается к этим двоим, а через них ко всему народу. Вот что передает вам Господь воинств. Напомню, что Господь воинств, Цываот, откуда и русское слово Сываоф, имеется в виду Господь, который возглавляет, ведет за собой воинства небесные, духовные, ангельские, как мы скажем. Этот народ говорит, не настало еще время строить храм Господень. На это есть слово Господень, что пришло через пророка Агея. А вам самим время жить в разукрашенных домах, когда храм разрушен? Ну, естественно, любой человек хочет жить в хорошем доме, разве нет? Так вот, вы говорите, сейчас не время, сейчас не время, а когда время? Я вот честно скажу, я в своей жизни столько раз слышал выражение «сейчас не время», что оно меня стало просто ужасно злить. А когда время? Когда будет другое? Когда будет все хорошо? Когда будут решены любые проблемы? Когда все будут в мире друг с другом? Когда настанет Царство Небесное? Когда это произойдет, наверное, все то, что мы хотим сделать, уже просто будет не нужно делать. Уже все без него будет хорошо. А если надо что-то делать, то надо делать вот здесь и сейчас. И, собственно, пророк Агея об этом и говорит применительно к храму Господню. Время ли вам жить в вашем доме? Вот никто же не скажет, не время мне сейчас жить. Да? Жить хочет каждый. Жить хорошо. А почему тогда не задуматься о тех вещах, которые просто необходимо сделать, о том, что другого времени не придет? Но не так, отвечает вам Господь воинство. Посмотрите, как вы живете. Сеете много да мало женете, едите да недосыто, пьете да недопьяно, одеваетесь да не согреваетесь, а что заработали, все в дырявый кошель. Как знакома эта ситуация? Вроде все есть, не то чтобы там нищета, не то чтобы там голод, война, а все как-то вот не хватает, вот все как-то еле-еле, все как-то криво-косо. Так говорит вам Господь воинство. Посмотрите, как вы живете. На гору взойдите, дерево носите, храм строите. В том моя воля, в том моя слава, говорит Господь. Вот он нам дает конкретную цель, цель, связанную с поклонением, с почитанием Бога. Давайте выстраивайте храм, и тогда будет все иначе. Если у вас нет какой-то более высокой цели, чем просто наесться, напиться, отдохнуть и выжить как-то, то и это не особенно у вас получится. Много вы ждете, да мало выходит, а что в дом принесете, пущу по ветру. За что же так? Пророчество Господа воинства. За то, что мой дом разрушен, а вы по своим домам разбежались. Зато и небо росы вам пожалела, и земля своего урожая. На кличу засуху, на поля и на горы, на зерно, на вино и на масло. На все, что родит земля, на человека, на скот и на все, чего руки не коснутся. Вечная история. Живем не очень хорошо. Так было всегда. Хотя сегодня, ну, сравнить нашу жизнь, да, одно то, что мы там можем такой технологией пользоваться, записывать прекрасные эти лекции, смотреть их по интернету. И вообще у нас куча возможностей, о которых жители Иерусалима 6 века до нашей эры не могли даже мечтать. Представить себя в сказке, в каком-то во сне волшебном. И все равно же мы жалуемся, что, ну, денег же не хватает все время. Живем-то как-то не по-людски. Чуть-чуть бы нам, вот где-то как-то. А Господь говорит, если вы не займетесь тем, что действительно нужно сделать, строительством храма, не займетесь собиранием вот своей общины религиозной, своего народа, своего, пусть еще не государства, но своего какого-то единства вокруг чего-то священного, вокруг чего-то главного, да не получится у вас ничего. Я вам этого не дам. Потому что если вы уж в такой неполной сытости на храм не смотрите, когда у вас все будет вдоволь, вообще даже забудете об этом думать. Ответ пришел вполне разумный. Зарубавил сын Шалтели, перевосвященник Иисус, сын Мехацадака, и весь остаток народа послушались голоса Господа своего Бога и слов пророка Агея. Но еще бы, кушать-то хочется, а Бог говорит тогда и это от него. Которого послал Господь, Бог и народ убоялся Господа. Тогда Аггей, посланник Господний, передал народу послание Господне. Я с вами, таково пророчество Господа. Господь воодушевил, зарубавили сына Шалтели и превосвященника Иисуса, сына Мехацадака, и весь остаток народа начать работы в храме Господа воинства его Бога в 24-й день 6-го месяца 2-го года царства Недария. И вторая глава будет говорить о том, что произошло всего лишь примерно через месяц после начала этих работ. Дальше же тоже будут вопросы. Продолжим. 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 Продолжение следует...